Вы уже знаете, у нас здесь был скандал, хотели закрывать нашу гостиницу, где мы живем, 400 человек, и основная масса людей, основное количество в районе 392 или 395 человек встали на защиту владельцев этой гостиницы, мы написали обращение общее от всех, и каждый, кто захотел, отдельно написал свою поддержку, слова благодарности, все, что хотели сказать, в общем-то, написали и передали это в миграционную службу и лично владельцам тоже этой гостиницы. Что произошло с этим всем? Когда пришли сюда репортеры и начали задавать вот эти каверзные вопросы, я с ними лично тоже общалась и сказала, что как бы у нас проблемы с образованием детей, что до сих пор дети не занимаются в школе, вот. А этих репортеров сюда привели волонтеры, две девушки, которые приехали из России. Я сейчас не хочу ничего сказать и не хочу сказать, что они специально это сделали, или специально, не знаю, просто, возможно, это совпадение, я ничего здесь не буду подчеркивать, но просто эти люди когда-то приехали из России, вот. Эти девушки привели сюда репортеров, эти волонтеры. Они здесь задавали всякие разные вопросы, нашли вот этих пару человек, которые высказали сегодня удовольствие по поводу всего, что я уже упоминала в своих видео. И вот, представляете, эти волонтеры, они, значит, руководили тем, что открыли склад с вещами, с игрушками. Я уже снимала тоже видео, у меня были с этим складом гуманитарная помощь. И когда они узнали, что мы отстояли, в общем-то, владельцев этого отеля, отстояли их честь, а для владельцев, я уже говорила, это был реально очень большой шок, большой удар. Они не ожидали такого, что кто-то скажет, что здесь плохо, хотя на самом деле, вы знаете, это не так. Я уже много раз показывала разные видео, и что здесь очень хорошо действительно формят. Именно поэтому, кстати, я и тоже, еще по этой же причине, я выставляю еду. Просто есть очень много доказательств, потому что это на самом деле неправда. Эти волонтеры обиделись на нас, эти девушки, и сказали, что они закрывают, в общем-то, склад, и больше они с нами не хотят работать. Понимаете? Я просто не могу найти причинно-следственную связь. Они обиделись на то, что не закрыли гостиницу. Для меня это немного странно. Почему человек, который невиновен, он должен пострадать из-за каких-то двух человек? Или 400 человек должны быть выселены из-за того, что два человека просто оболгали здесь. Ну, всех, грубо говоря, всех, кто здесь и живет, и кто персонал весь, который помогает, в общем-то, и все, кто готовит. Я не знаю. И вы представляете, настолько это обрело такой резонанс, настолько это облетело. По крайней мере, здесь, всю округу, я не могу сказать, что Швеция, как бы, мне недоступна там информация ввода, прям все Швеции. Но это прям, я вам скажу, на слуху очень многих. Вот я снимала ролик, когда нам привезли мультиварку. И эта женщина спрашивает нас, а что там по поводу гостиницы, ее закрывают, не закрывают. И представляете, люди просто реально, он реально опубликовал эту статью, вот эту всю гадость, которую, вот это все вранье, которое рассказали эти пару человек. Они сейчас говорят, что это все неправда, и они этого не говорили, те люди, которые, ну, наши, с нами живут здесь. Они говорят, что они ничего этого не говорили. Понимаете? Но это обрело высокий резонанс такой, что просто все это говорят и все спрашивают. И к нам приехали сюда уже, вот недавно буквально заселили семью, тоже беженцы из Украины. Они меня увидели, говорят, мы смотрели твои ролики. Говорят, что с этой гостиницей? Я говорю, да как это же вот эта гостиница, где мы сейчас находимся. Они говорят, да серьезно, мы думали, что ее закрыли. А как вообще? Я начала это все рассказывать, что вы тут все разбирали, что, которое было. И люди в шоке, они просто приехали, до этого жили в другом месте. И говорят, вообще не сравнится. Я вам серьезно говорю, кто сюда приезжает откуда-то, либо уезжает отсюда, они говорят все эти люди, что это, ну, чуть ли не одно из лучших мест, которое может быть здесь, в Швеции, для беженцев, которое предоставляют. Понимаете? Теперь они обиделись на нас, эти волонтеры, в общем-то, эти девушки. И решили закрыть склад гуманитарной помощи. Нет, я как бы, ну, я не говорю, что сейчас будут комментарии, я знаю. О, типа халяла кончилась, вы переживаете за халяу. Нет, просто я не могу понять, почему, почему, чего они добивались, и какую цель преследовали, и неужели преследовали какую-то личную цель, может быть, какая-то личная неприязнь к владельцам этого конкретного заведения. Вот, вот вопрос, понимаете? Ничего страшного, я не умру без гуманитарной помощи. Там одежда, если нужно будет, мы пойдем в другое место возьмем, если вдруг сильно нужно будет. Вот, так что я не знаю, что тут думать, не знаю. Не хочется, конечно, себя не накручивать, не додумывать ничего, тем более я не знаю, что там в головах у этих девушек, и вместо них что-то как бы озвучивать. Просто это выглядит очень странно.